Привет, друзья, с вами Роман 2Б. Если вы смотрите это видео, значит у вас есть интерес компания Amazon и компания ETS. У меня есть опыт, и я попытаюсь вам его рассказать. Максимально сжато, но интересно. Будет много воды, но ничего страшного. Все как началось. Я зарегистрировался к компании Amazon, привязал свою банковскую карту красным логотипом. Сделал предзаказ, и компания в определенный день мне отправила посылку. Отправила она посылку через посредника компании ETS. Он называется как бы в Рокер. В Рокер ETS. Ну, будет назначение по моему заказу. Когда я узнал про компанию ETS, что Amazon мне ее сослала, я начал искать и гуглить про эту компанию. И, к сожалению, на YouTube есть мало видео и с крайне негативной информацией. В письменной информации тоже есть негативные отзывы и положительные. Конечно, я чуть-чуть испугался, как сказать, напряг одно место и начал хладнокровно ждать. Компания ETS отправила логин и пароль и попросила зарегистрироваться в их сайте. Сайт специальный по ссылке такой неказистый, такой дешевый. Сайт такой, конечно, не очень интересный, дешевый. Там нужно ввести всю информацию по заказу, свою всю информацию, паспортные все данные и иными. Также нужно отослать в электронном виде фотографии паспорта и тоже данные. тогда они без моего участия забирают посылку, оформляют в таможенном месте и не отцелают. Или по пункту B отправиться в таможню, там самостоятельно заполнить всю документацию, подставить к серопопии документов. Ну, с этого можно сэкономить небольшую сумму. да, EPS берет сумму за эту услугу, она берет где-то 1200 рублей средней суммы. У меня почему-то меньше обошлось в районе 500 рублей, чтобы это было. Да, как все это действует, именно таможенный налог 2020 год, конец этого года, от 300 долларов или евро дальше идет сумма, то есть сумма вычитается 15%. очень важный момент, что сама сумма доставки, ну, приблизительно там у всех 50 долларов средняя стоимость доставки, с этой суммы не взимается на логу. Очень важно, многие не знают, но так оно есть. И это нужно как раз на сайте EPS, это надо все прописывать. не боится отправлять всю эту информацию, я думаю, ничего страшного нет. Ну вот, дальнейший пункт, я как все это отправил, ждал, они мне отослали номер трекинга, номер посылки, и можно было посмотреть и на их сайте, где находится посылка, или на сайте, где посылка, как неудивительно называется, там же вводится этот номер, и можно посмотреть историю отслеживания этого пункта. Прошло немного времени, два дня, и мой аккаунт в Amazon блокирует. Тут же я начал гуглить эту же информацию, многим тоже, тоже многих блокирует, и никто не может ничего сделать. Да, есть какие-то лазейки, нужно проявлять твердость, писать в Amazon разные почты, тогда как-то там останавливают аккаунт, но это работает не у всех, не всегда, это большая удача. Я тут же тоже написал в компании Amazon с претензией, что мне делать, вы же сняли деньги, отправили мне посылку, товара нет, они на то мне объяснили, написали, что да, мы заплатировали, мы имеем право вам объяснять, почему мы заплатировали, так что вы нарушали политику нашей компании, и мы понимаем вашу ситуацию, мы отсылаем ваш номер трекинга, по которому вы можете посмотреть, где посылка, ну как не банально, трекинг мне EPS ослал, да, он работал, я мог посмотреть, где она находится, прошло некоторое время, я советую вам позвонить EPS, узнать о статусе вашей посылки, вот, по телефону, телефон есть на сайте, есть два сайта, сайт, который надо регистрировать посылку, есть сайт официальный EPS комп, там же есть представительство России, там же можно тоже посмотреть информацию, есть некоторые телефоны, до которых можно позвониться, по многим телефонам невозможно позвониться, поначалу я по этим звонил, тоже чуть-чуть очкану, ну, ничего страшного, прошло время, и в определенный день должна была посылка прийти, ко мне, но ко мне пришла смс, что ждите, да, посылка не пришла, лучше я позвонил, у меня спокойная девушка объяснила, что ничего страшного, посылка будет в течение доставщики EPS, такие веселые ребята, конечно, так я и ожидал, что дач на второй день, они мне опять пришла смс, сказали, что ждите посылку с 9 до 15 часов, посылка пришла в районе там 12 часов, но, конечно, как всегда, курьер останет в последнюю очередь, прям возле двери почти, так что есть некоторые нюансы, да, не восстановить аккаунт Amazon, к сожалению, и да, и это очень плохо, приходится опять через другие новые аккаунты восстанавливать, через новую почту, в принципе, это ничего страшного, такое бывает в последнее время, почему такое бывает, мое мнение, что это наша страна переходит, не кидайте помидорами, пожалуйста, наша страна уже третьего мира, наши банки тут известны, там неизвестны, и они такие, как бы сказать, не очень, как бы сказать, надежные, благополучные, поэтому из-за каких ситуаций, ну, может там от них денег, может что-то другое, и компания Amazon, они блокируют эти аккаунты, которые привязываются эти карты, чтобы не заблокировать аккаунт, конечно, желательно зарегистрировать карту какого-то другого банка европейской страны, там, поблизости где стран третьего мира, это сугубо мое мнение, оно такое мнение, так что можете его придерживайтесь, может нет, но такое может быть, компания UPS, да, они работают как бы криво, но это также многие компании DHL тоже работают криво, и что можно было ожидать, ну, с одной стороны посылка пришла, вот она здесь, они дешевая посылка, сняли налог, но к моему счастью, просто пришли они, и я оплатил за налог, потому что пошлину, они берут сами на себя обязательства, платят за пошлину, ну, налог, своими словами, сам это налог, и тут ничего страшного, потому что ничего сложного, тебе приносят посылку, не надо никуда бегать, сам курьер сам приносит, он берет все для себя в компании UPS, и за услуги тоже берут деньги, но не такие большие, ну, представляете картину, живете в Москве, тот старый город, все посылки приходят в Москву, и с Москвы идут по всем регионам, да, повезло, вы живете в Москве, и приходит посылка, даже с Москвы ехать, пункт таможенный, он находится возле аэропорта Внуково, это тропки, это премия, и если, не дай бог, не тот документ, приходится опять туда мотаться, это деньги, на самом деле это больше выйдет, лучше, конечно, предоставить всю информацию компании EPS, ждать посылку, в моем случае она пришла, и поэтому я хотел записать это видео, да, вот, сегодня получил эту посылку, я записал видео для многих людей, которые заказывают, заказывают на Амазон, и блокируют, да, история, конечно, ничайшая, что известная компания, она берет деньги, у вас отсылает вам, а потом блокирует ваш аккаунт, и вы с этого сайта, вы не сможете проследить эту посылку, а если, не дай бог, ваша посылка не дошла, как писать, как договариваться, это тоже большой вопрос, и это плохо, что блокирует аккаунт Амазон, ну, как-никак, посылка пришла ко мне, и я буду ее раскрывать, смотреть, в каком настоянии, но она пришла, так что, ребят, вот мой опыт, использование этой компании, сотрудничество, не скажу, что он отличный, но EPS меня пока порадовал, потому что изначально я порадовал с Амазона, а про EPS просто негативные отзывы, в моей ситуации положительный отзыв от компании EPS, да, никто мне не платил, ничего, это сугубо мой опыт, я хотел поделиться с вами, если вы сразу наткнулись на мое видео, так что вы молодцы, и сотрудничать или нет, делать так заказы или нет, да, это большой риск, но кто не рискует, тот не пьет шампанское, так что пойду сейчас в магазин, куплю себе шампанское и выпью его, и вам желаю того же, и спасибо, что смотрели, пока. Субтитры Продолжение следует...